Всем привет и добро пожаловать на мой кулинарный канал. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления рулетиков из говядины с грибами и творожным сыром. Вкус этих рулетиков обязательно понравится вам и вашим близким. Желаю вам приятного просмотра. На начало приготовления я беру 300 грамм шампинилов и нарезаю их мелким кубиком. Ставлю на плиту сковороду, добавляю в нее немного оливкового масла, приблизительно 10 мл, ну или 1 столовая ложка. И разогреваю сковороду. В разогретую сковороду с маслом отправляю нарезанные шампиньоны. И обжариваю их до выпаривания всей жидкости. Тем временем, пока обжариваются грибы, я буду подготавливать говядину. Для этого я беру такой округленный кусочек, подходящий специально для отбивной. И нарезаю его на тонкие кружочки. Моего куска хватит примерно на 4 части. Беру кусочки говядины, накрываю их пищевой пленкой. И сильно отбиваю каждый кусочек, чтобы они стали широкими и плоскими. Каждый теперь отбитый кусочек. Я слегка посыпаю солью. Также совсем слегка присыпаю чёрным молотым перцем. Беру 100 грамм творожного сыра. Распределяю его на 4 отбивные. То есть примерно по 25 грамм на каждого пиво. Размазываю творожный сыр подбивной. Затем добавляю обжаренные грибы. Тоже распределяю равномерно на 4 части общую массу жареных грибов. Теперь аккуратно скручиваю рулетики. Сначала заворачиваю по бокам края. Грибы стараюсь поджимать к одному краю. Широкий край заворачиваю. Начинаю формировать рулетик. Рулетик должен получиться плотный. Поэтому все нее так прижимаю. И заворачиваю опять. Прижимаю. Заворачиваю. Все, в результате получается вот такой вот длинный у меня рулетик. Беру теперь форму для запекания. Смазываю ее растительным маслом. Неважно подсолнечное, оливковое. Перекладываю все рулетики теперь в эту форму. Также смазываю сверху растительным маслом. Присыпаю каждый рулетик слегка сверху солью. И отправляю теперь эти рулетики в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут. По истечении времени рулетики готовы. Теперь можно их подавать любым любимым гарниром. Вот я его разрезал и вот так он выглядит внутри. Рулетик, конечно, получается очень вкусным. Поэтому пробуйте приготовить. Он вам очень понравится. И понравится всем, кого вы в гостите. Ну а с вами я на этом прощаюсь. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok